Сто годов на охове закону и правопорадку сегодня у Гомеля прошли мероприемства с нагодой юбилея утворения Управления внутренних справ у Гомельского облаканкама. Первая урочистость этого дня – ритуал ускладания кветок до мемориального знака милиционерам, которые загинули при выполнении службового и воинского обвязки. Хронология святочных подеек в сюжете Марины Джалой. Начались юбилейные мероприемства побоч с этим помником, который добрый виден каждому гомельчанину. Он размешается каля Управлению внутренних справ у Гомельского облаканкама. Сюда пришли ветераны органов внутренних справ сегодняшние работники керавництва службы. Для их мемориал – символ верности супрацовника внутренних справ своему народу, а так само место памяти для родных, трагично загинувших. Протягнутся мероприемства с нагодой стагодия утворения Управления внутренних справ у Гомельского облаканкама поверх с Палацом культуры Чугуношников. Тут военно-историчное клубное объединение «Гонор-мундира» литерально празд некальки хвилин на распорожне реконструкцию под названием «Справа банды Гауриленки». Группа угородовала на концы 40-х годов минулого стаходя на территории Кармянского, Будокошалевского и Журавицкого районов. В вынику злажены работы милиции. 15 ее удельников осудили. Для реконструкции этот эпизод был обраны в тем лику из-за массовости бандитского формирования. В вынику постановка оказалась вельми видовищной для глядачу, а у организаторов появилась махчимость запросить большую колькость удельников. На этот раз их было каля 30. «Он был одним из самых массовых эпизодов, потому что мы понимаем, что при Снупике есть один, два, три человека, но там при задержании было около 17 человек. Поэтому мы взяли фотографии, есть много интересных статей. Ребята достаточно очень похожи на тех преступников. И взяли эту массовость, потому что очень много ребят хочет поучаствовать. Поэтому нам немножко здесь исторический факт был основан в первую очередь на большом количестве задействованных лиц. И со стороны работников внутренних дел, и со стороны бандитов». Среди удельников реконструкции и иншие белорусские военно-историчные клубы и энтузиасты. «Нас пригласили наши друзья, так сказать, соратники по реконструкции. Ваш город отметить замечательный праздник столетия МВД. Мы рады всегда участвовать в подобных мероприятиях. Готовы на любые встречи. Что касается формы мундирования и всего прочего, это заслуга всего нашего коллектива». Такую реконструкцию военно-историчное клубное объединение «Гонор-мундира» провело у першиню. Скрупулезная подрыхтовка завершилась литерально за некольких годин до початку представления. Поглядеть, как на улице Гомеля разгортывается соправдный детектив, а кроме запрошенных гостей пришли сотни жихоров и гостей города. Правдоподобности додала вельми гучная перострелка. «Подчас таких узброенных захопов ударыши не одной, чей гинули супрационники Гомельской милиции. Тому головное пожадание подчас юбилею – год нанести свой обовязок перед родимой и людьми и за уседу вертаться до своих семей живыми». «Таких подвигов немало в столетней истории Гомельской милиции. Дай Бог, чтобы подобных происшествий было как можно меньше, но гомельчане, да и все жители Республики Беларусь знать должны, что правоохранительные органы, в частности, Гомельская милиция, всегда готова защитить своих граждан от преступных посягательств». В залах Палаца культуры Чигуношников экспозиция сброи. Уся рабочая, а лес, разумело, незарадженная. Тому на ЕМ можно было не только глядеть, дозволялося брать у руки. Подчас экскурсии по выставе гости кажут, что такое узброение надеянное, а лелевшим корыстаться, як маха, родей. «Сегодня органы внутренних дел Гомельской области отмечают свой столетний юбилей. Это большая история, которая прописана и кровью, и подвигами, и афганской войной, и 90-е наши годы. Это еще Чернобыль. Все они были призваны в тот момент, когда необходимо это было Родине подставить плечо. Они всегда справлялись со своими поставленными задачами». И опошний аккорд мероприемств, стал урочистый сход и святочный театрализованный концерт. «Концертика с небома запах, ей в другую сторону, украдили комсомольцы на гражданскую войну». Марина Джала, Игорь Маришенко, телерадио «Компания Гомель».